Не раз доводилось замечать, как люди удивляются, узнав, что компания Nokia оказывается финская. Но, наверное, еще больше людей удивляются тому, что известная всему миру корпорация появилась на территории России. Да, в 1865 году на юго-западе Великого княжества Финляндского образовалась небольшая бумажная фабрика, с которой и начался славный путь компании. А Финляндия, как мы помним, входила тогда в состав Российской империи. Такой вот любопытный факт. Это точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. У каждого найдется информация, знать которую не следовало бы никому, кроме ее владельца. Например, список паролей для входа на электронную почту и в разные соцсети. Где хранить такую информацию? На жестком диске компьютера? На флешке? Или, может, на сервисах вроде SkyDrive или Dropbox? Есть один сайт, созданный специально для хранения сверхсекретной информации. Само название сайта CryptoMed.com настраивает на нечто тайное. И действительно, в основе этой виртуальной затеи лежит возможность зашифровать и расшифровать текстовые сообщения с использованием надежного алгоритма, который, к слову, применяется в некоторых странах для шифрования гостайн. Однако у этого сервиса есть еще одна особенность. Данные, которые оставляет пользователь, не хранятся на сервере. Более того, они даже туда не попадают. Кодировка происходит на уровне браузера, то есть информация остается лишь у пользователя. Теперь посмотрим, как это работает. Здесь все предельно просто. Сперва нужно зайти на сайт CryptoMed.com. Далее вводим сверхсекретные данные, на которые охотятся все спецслужбы мира, и вводим их в отведенное для этого поле. Следующий шаг — шифровка текста. Она происходит лишь после ввода и подтверждения пароля. Текст превращается в абракадабру, которую и нужно сохранить. Пароль должен быть не менее 8 символов. Собственно, он и служит ключом для расшифровки текста. Когда возникает необходимость, нужно зайти на сайт, перетащить абракадабру в поле и ввести пароль. Текст появится в своем первоначальном виде. Все просто и удобно. Однако есть вопрос. Что делать, если сайт вдруг перестанет работать? Хотите проверить? Добро пожаловать на CryptoMed.com. Очки Google Glass не будут поддерживать работу с приложениями, обладающими функцией распознавания лиц на цифровых фотоснимках. Информация об этом опубликована в официальном блоге разработчиков. Мы не будем добавлять распознавания лиц в наши продукты до тех пор, пока не получим серьезные основания считать, что приватность пользователей защищена должным образом. Возможно, это стало ответом на заинтересованность чиновников из американского конгресса. В мае нынешнего года они обратились к корпорации с требованием разъяснить некоторые вопросы, связанные с использованием умных очков. Таким образом, приложения Google Glass, обладающие возможностью распознавания лиц, не будут доступны в официальном магазине, а приложения, установленные в обход, не будут поддерживаться Google, сообщается на сайте российской газеты. Напомню, что очки Google Glass в настоящее время тестируются рядом добровольцев в США. С помощью мини-компьютера они снимают фото и видео, серфят в интернете и делятся впечатлениями с другими пользователями. Так, на сайте hubr-hubr.ru доступна статья, основанная на впечатлениях одного из счастливчиков по имени Дастин Кертис. Например, он пишет, что впервые, надев очки в солнечный день на улице, неожиданно для себя не смог разглядеть ничего. Подробности на хабре. Спонсор программы Точнее.ру – компьютерный мини-маркет «Новатор». Социальные компьютеры по низким ценам. Спонсор программы Точнее.ру – магазин «Новатор» 684410. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спонсор программы Точнее.ру – магазин «Новатор» 684410. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Фуаля Сергеяchool Ценности